Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Посмотрите, какая красота у меня получилась. Вчера я показывала вам покупки из магазина FixPrice и сегодня уже показываю вам готовую работу. Вот такой светильник. Кстати, я думала, что это будет подвесной светильник. Оказалось, что вполне может быть и то, и другое. То есть два в одном. У нас вечереет. Снега практически нет. Очень красиво смотрится этот светильник в ночное время. Я ждала, чтобы показать вам и снять видео именно в ночное время. Вот так вот это смотрится. Опять же, сделаю акцент, что светильник я сделала из барахла, которое мне оставили прежние хозяева. Почему я говорю барахло, это, ну, так скажем, акцент на некоторые комментарии. На самом деле, я считаю, что это вполне себе приличный был светильник на потолке. Я его вчера раскрутила и создала другой светильник, который смотрится теперь вот так вот замечательно. Давайте я сейчас поверчу, покручу. Вы рассмотрите все детали. Вот вы видите этот плафон. Потом я покажу, что осталось от потолочного светильника. И расскажу, как я это сделала. Вот такая сказка получилась. Так что, друзья, включайте вашу фантазию. Немножечко терпения, немножечко смекалки. И у вас получится уникальная вещь, которая будет только у вас. Но где вы еще увидите такой светильник? А ведь это была всего лишь навсего коробка для винной бутылки, купленная в фикс прайсе. Очень красивая коробочка. Даже в плане коробки она очень хорошо смотрится. Идет Новый год. И сделать хороший подарок можно вот так вот просто. Купив вот эту коробку в фикс прайсе, положив туда бутылочку вина. И подарок у вас готов. Таких светильника у меня два. И давайте по порядку расскажу, как же я его создавала. Давайте еще немножко полюбуемся этой сказкой. Завтра я планирую еще купить таких светильников. И, вернее, не светильников, а коробок из фикс прайса. И создать еще несколько таких светильников. Мне так понравилась эта идея, что я хочу такие светильники прям в каждой комнате. Ну, посмотрите на эту красоту. Не правда ли? Ну, это просто зимняя сказка. Это какое-то волшебство. Сейчас я покажу вот этот светильник. Не обращайте внимания на мой палец. Рабочая травма. Производственная травма. В общем, там не очень все радужно. Я имею в виду с пальцем. Очень глубокий порез. Дома даже не нашлось пластыря. Уже заказала. На днях заберу. Ну, давайте не будем о грустном. Покажу, что осталось от этого светильника потолочного, который висел у меня в самой дальней комнате. Вот я отрезала отсюда патроны. И оставила, ну, как бы не под корень отрезала патроны, а вот с этими проводками. Вот один, вот второй. Здесь, конечно же, висели два вот этих плафона. Думаю, что это понятно. Кстати, этот светильник вполне рабочий. Его можно сюда какие-то другие лампы присоединить. И он будет работать, как и работал раньше. Я пока это не выбрасываю. Итак, я отрезала патроны. Вернее, открутила плафоны. Отрезала патроны, которые вкручены в этих плафонах. И вчера я купила в магазине специальный шнур с клавишей, да? С клавишей-выключателем. Продаются такие шнуры и на Вайлберис я видела, и на Зоне. То есть, просто шнур, выключатель и вилка в розетку. Ну, а дальше все было просто. Я подсоединила, взяла у Лешика мастер-класс по WhatsApp. Он мне рассказал, как зачистить провод, потому что я не электрик, и, естественно, я не знала, как это делать. И вот по WhatsApp Лешик меня проконсультировал. Лешенька, если ты меня смотришь, громаднейшее, тебе благодарю. Конечно же, ты уже видел результат, но все это только благодаря твоему мастер-классу по WhatsApp. Итак, я зачистила два провода. Один отрезанный вместе с патроном, а второй уже был зачищенный. Это провод, купленный вот вместе с этой клавишей. Соединив два провода вместе, скрутив, так скажем, и при помощи изоленты все это дело изолировав. Сначала один конец, потом второй конец, потом два вместе. Вот при помощи вот такой изоленты вам нужно будет изолировать два конца. То есть вот этот конец, здесь все очень просто. Они цветные, коричневый и синий. Те же самые концы вы увидите вот в этом проводе, который купите вместе с клавишей. И просто между собой вот так соедините. Коричневый с коричневым, синий с синим. И эти два кончика нужно хорошенько изолировать, а потом соединить вместе. Так, чтобы голых проводов, ну вот здесь они не зачищены, но я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Вот эту нужно снять пластик этот и скрутить провода между собой. Чтобы нигде ваши кончики не касались друг друга. Иначе все коротнет и все пропало. Ну вот, в принципе, и все. Конечно же, вы сначала пропустите вот эту штуку на провод. Последовательность. Там уж сами разберетесь, как это сделать. Я два раза это делала, пока поняла. Ну, думаю, что у вас все получится. И вот этот, вот вы видите, джутовым шнурком, вот я сейчас акцент делаю на него, я замотала вот эту некрасивую часть соединения и изоляцию. Вот так вот этот джутовый шнур решил проблему, ну, чтобы все было красиво. И вуаля, ваш светильничек новоявленный готов. Очень красиво смотрится. Я планирую этот светильник. Вот здесь вот будет, скорее всего, полка. И у этой полки, уже заказала, завтра получу, будет очень красивый уголок кованый. На этот уголок можно будет повесить вот этот светильник бра. Ну, это будет просто неимоверная красота. Можно ставить на полку, можно повесить, можно просто на стол поставить. Еще хочу сказать, если у вас нет таких плафонов, плафоны можно купить тоже в магазинах. Они продаются отдельно. Еще можно заменить этот плафон бутылкой. Вот, Монька к нам пришел. Я планирую в следующей своей такой коробочке под светильник, которую я планирую купить в фикс прайсе, использовать вот эту бутылку. Бутылка может быть разной. И из-под шампанского, да всякие бутылки, и причудливой формы. То есть, немножечко включайте фантазию. Эту бутылку тоже можно обмотать вот здесь вот джутом, если вы хотите сделать свет приглушенным. Ну, а здесь был, так скажем, а-ля гранатовый сок, который я покупала в светофоре. Конечно, это не натуральный сок, понятное дело, за 39 рублей. Это не может быть натуральным соком. Но в качестве вот так вот иногда купить и попить вместо воды, я думаю, что это неплохо. И эти бутылки я не выбрасывала. Думаю, теперь есть земля. Можно будет в них закрыть и какой-то сок, томатный сок, допустим, или какой-то яблочный. Я их не выбрасывала. Но вот пришла идея, что из этой бутылочки я, возможно, сделаю дополнительный еще один или два вот таких светильника. Монечка, ты молочка решил попить, да? Монька молочко пьет. Он так интересно пьет молоко, а потом у него вот здесь вот борода такая висит. Прям весь тонет в этой миске. Ох, он любит молоко. Завтра куплю тебе еще молочка. Сегодня последнее тебе вылила. Не стала допивать. Сама вспомнила, что ты очень любишь молочко. Монька, ты любишь молоточко? Сладкий наш. Мой хороший мой, маменька. Да, пей мой сладкий, пей. Вот еще вам покажу такой же светильник, такого же плана, но здесь более такие толстенькие плафоны. Если там он такой узенький, вытянутый, то здесь вот такие толстенькие. Скорее всего, я тоже этот светильник использую. Но сейчас просто не хочу его раскручивать, иначе мы останемся без света в этих комнатах. Потому что во второй комнате, сейчас вот, чтобы вы понимали, где я нахожусь. Вот. Сейчас вот, ой, здесь под ногами много всего. Вот здесь вот висел этот светильник, который я вчера использовала под то, что я вам сейчас показала. Здесь вот остались только провода, и вот эта комната, естественно, осталась без света. Конечно, руки чешутся, и этот светильник пристроит, но останавливаю себя, потому что не хочу оставаться совсем без света в этих комнатах. Здесь нам стелить пол, здесь делать ремонт. В общем, что-то придумывать, какие-то лампы сюда покупать и присоединять не буду. Позже, конечно же, все это покажу. Возможно, это выльется совершенно в другую идею, но очень красивый, очень. Конечно же, теперь в этой комнате должны быть два одинаковых светильника. Я бы их все равно сняла. Я это к чему вам говорю. Не выбрасывайте сразу старые вещи. Возможно, придет какая-то идея на ум, и такая идея, что просто вам очень понравится, и такой вещи ни у кого не будет. Давайте еще минутку полюбуемся, и я вам немножко расскажу и покажу, чем я сегодня занималась до вот этой своей травмы. Сейчас, конечно же, и дочь на меня шумит, и Леша мне по WhatsApp. Руки чешутся, но пошла делать дела. В общем, открылось кровотечение серьезное из этого пальца. В общем, вот снимаю для вас ролик, чтобы как-то себя занять. Монечка, ты в окошко смотришь? Моня! Монька, что ты там увидел? Так что вот такая красота у меня получилась. Еще, посмотрите, вот я вчера все-таки не выдержала, прикрутила сюда вот эту свою подставку под горячее. Она легко отсюда снимается. Когда нужно, можно снять. Но достаточно красиво смотрится и на стене. Ну, а теперь давайте покажу, что я успела сделать до травмы. Расскажу о впечатлениях об этой шпаклевке. Стена первым слоем зашпаклевана. Очень быстро. Это вот прям в течение нескольких минут. Конечно же, будет еще наноситься, может быть, даже не один слой. Но она уже так подсохла. Очень быстро это все делается. Пока вот не могу. Поранила палец. Вообще, конечно, очень хочется. Значит, об инструментах. Я нашла у себя вот такой шпатель. Пробовала этим шпателем наносить. Да, все нормально. Но когда взяла свою пластмассовую кельму, мне результат понравился больше. Вот об этой кельме я говорю. Этой кельма я также в прошлой жизни уже могу с уверенностью сказать, в прошлой жизни, я имею в виду в старой квартире в Москве на Варшавке, я наносила жидкие обои. Она пластиковая. И вот если в сравнении брать вот этот металлический шпатель и вот эту кельму, то мне вот этот больше нравится. Видите, капли крови. Вот. Это я вот так вот работала и не заметила, что течет кровь. Ну, вынуждена была прекратить работу. Итак, первый слой шпаклевки нанесен. Конечно же, потом это нужно будет все шлифовать. Кстати, под кирпичики, под мои, можно и не шлифовать. А под покраску, конечно же, нужно делать, во-первых, финишный слой. И потом уже либо под покраску, либо под обои. Ну, финишный слой обязателен. Итак, вот вы видите, заделаны углы. Достаточно легко все это заделывается. Не могу сказать, что какие-то сложности были. Я думаю, что справится даже новичок, если захотеть. Ну, а сейчас я вам покажу эту шпаклевку, которую Леша купил, мешок. Ну, так скажем, на пробу. О впечатлениях я уже рассказала. Она достаточно грубая, скажу честно. Попадаются даже камушки. И если камушек попался, ну, вот-вот, вы видите. Вот, вот это вот результат этого камушка. То есть, я не увидела. Камушек протянула. И он сделал вот такую полоску. Для первого слоя нормально. Конечно, она не такая дорогая, как готовая шпаклевка, которая в банках продается. Но для первого слоя вполне себе удобно варима. Итак, давайте я вам покажу эту шпаклевку. Называется она Унис. Теплон белый. Вот, видите, для нас было важно, чтобы шпаклевка была белая, потому что кирпичики белые. И, ну, так скажем, тот тон, который мне нужен. Если вы будете красить стену вместе с кирпичиками в какой-то другой цвет, то, конечно, это для вас не важно. Но мне нужен был белый цвет. Вот, что здесь написано. Гипсовая штукатурка теплосберегающая с перлитом. Не знаю, что такое перлит. Ну, в общем, Леша купил. 30 килограмм. Для первичного, так скажем, слоя вполне себе нормально. Так что, кто хочет сэкономить, конечно, это намного дешевле, чем покупать вот эту шпаклевку, готовую в таких вот ведрах. Но финишную, скорее всего, я буду покупать именно такую дорогую. Одного слоя мне, конечно же, будет мало. Ну вот, дорогие друзья, на этой ноте я буду заканчивать сегодняшний ролик. Я думаю, что вам очень понравилась идея с светильниками. Фантазируйте. В фикс-прайсе много товаров, из которых можно сделать нечто очень красивое за недорого. У меня возникла еще одна идея. Там продаются деревянные домики тоже, по-моему, по 244 рубля. По-моему, так. Так, вот, хочу купить их, возможно, что-то из них смастерю. Конечно же, потом с вами всем этим поделюсь. Вот, ну все, на этом буду заканчивать. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч! С вами была Елена Сетникова. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok